ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во всех регионах области спонсоры Якиматы дарят тепло своих сердец тем, кто в этом нуждается больше всех. Казахстан завершил итоги первой пятилетки программы по форсированному индустриально-инновационному развитию страны. В ходе общенационального телемоста новая индустриализация Казахстана, результаты 2014 года и первой пятилетки на связь с главой государства вышли почти все регионы страны. По традиции День индустриализации ознаменовалась запуском 15 инновационных проектов. В режиме онлайн президент Казахстана Нурсултан Азербайев дал старт первой очереди Сухого порта, создающегося на территории специальной экономической зоны Харгос-Восточные ворота. В Сухом порту амбициозные планы. Ежегодно там намерены обрабатывать до 100 тысяч вагонов. Улжана Дельханова расскажет подробнее. Проект создания Сухого порта – один из показательных примеров развития транспортно-логистического потенциала всей страны. По словам разработчиков, он должен стать стратегическим узлом международных транспортных коридоров на всем Евразийском континенте. Старт строительства сухопутного терминала дал сам глава государства еще в июле текущего года. За почти полгода выполнен колоссальный объем работ. Глубоко уважаемый Нурсултан Абишевич, вы придаете важное значение развитию транзита. По вашему поручению создается большой транспортно-логистический узел на границе с Китаем. И сегодня мы запускаем первую очередь проекта – Сухой порт, который создаст инфраструктуру для развития логистической компетенции. Уже в следующие два года мы планируем переработать более 200 тысяч контейнеров. Уважаемый Нурсултан Абишевич, разрешите начать эксплуатацию сухого порта Сес-Харгос в Восточные ворота. Разрешаю долгожданный огромный проект, осуществляемый совместно с Китайской Народной Республикой по договоренности высших руководителей наших стран. Мы возлагаем большие надежды на этот порт увеличению товарооборота между нашими странами, связи с Китаем, с Каспийским морем. Я поздравляю с этим радостным событием. Харгос между государственным центром будет развиваться еще больше. Я думаю, что там в скором времени возникнет большой город Казахстана. Отметив значимость инновационного проекта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что сухой порт окажет значительное влияние на рост экономики региона, будет способствовать и повышению инвестиционной привлекательности. К примеру, со дня старта его строительства в области уже было привлечено свыше 24 миллиардов тенге инвестиций. За где-то 4-5 месяцев всеми компаниями, которые здесь работали в экономику области, привлечено инвестиции более 24 миллиардов тенге. Поэтому, как нам не радоваться, несмотря ни на какие кризисы, у нас вот такие мощные проекты реализуются, создаются рабочие места, люди получают зарплату, строятся новые объекты, появляются прекрасные вот такие возможности для дальнейшего развития. Отныне в одном месте будет предоставляться целый спектр транспортно-логистических услуг. Сухой порт включит в себя несколько погрузочных площадок, контейнерных терминалов и большие складские помещения. Причем в перегрузке товаров будут использованы только современные логистические технологии. К примеру, вот этот грузоподъемный кран – высокотехнологичная машина из Швеции. Она способна поднимать контейнеры весом до 45 тонн. Преимущество новой техники первым освоил Ержан Кабдрахманов. Теперь он сам обучает молодых специалистов. Суперсовременная техника. Очень удобно управлять, к тому же существенно увеличивает разгрузку контейнеров. Металлические ангары можно складировать в пять ярусов. Чтобы работать на этой технике, мы прошли курсы обучения. Специально приезжали специалисты из России. Теперь я обучаю молодых механизаторов. Следующим этапом реализации проекта станет строительство производственных площадок, что позволит создать тысячи новых рабочих мест. Вместе с крупным логистическим центром совсем скоро здесь вырастет и целый городок. Раз здесь будет огромное количество привлеченных людей, рабочей силы, им надо где-то жить. Поэтому мы совместно с национальной компанией Темржола продумываем варианты, как сейчас сказал президент наш, что здесь вырастет город. Будет город и нам надо разработать генеральный план, разработать проект детальной планировки, чтобы город рос как положено. Чтобы были жилые дома, чтобы были объекты социальной инфраструктуры, чтобы были детские сады, были школы, скверы, парки. Вот вся необходимая инфраструктура. Сухой порт существенно упростит и ускорит товароборот между Европой и Азией. Станет самым коротким связующим путем. По посчетам разработчиков проекта, время перевозок уменьшается в три раза по сравнению с морским путем. Строительство сухопутного терминала – проект грандиозный. Не случайно он вошел в казахстанскую карту инстриализации. В первую очередь он признан поднять отечественную логистику, увеличить товароборот и привлечь большие инвестиции. Главное отличие сухопутного терминала от морского порта – это максимальная минимизация времени и расходов на перевозку товаров. К примеру, если морским путем товар доставлялся буквально за два месяца, то с помощью железнодорожной магистрали перевозка грузов будет осуществляться за две недели. Лужана Дельханова, Жуслан Шенкенчет, телеканал ЖТСУ, Испанфиловского района. Общенациональный телемост, прошедший с участием президента Нурсултана Назарбаева, в этом году был посвящен не только презентации новых инвестиционных проектов, но и предварительным итогам программы ФИР. В рамках дня индустриализации глава государства ознакомился с ходом реализации еще одного не менее важного инновационного проекта, реализуемого в Алматинской области. О своих достижениях президенту Нурсултану Назарбаеву рассказали заводчане самого крупного в регионе производителя молочной продукции «Данон Беркут». Елийский завод, успешно развивающееся молодое предприятие, является частью всемирно известной компании. Он был запущен четыре года назад в рамках карты индустриализации. Высокое качество выпускаемой продукции позволило предприятию стать одним из лидеров молочной отрасли во всей Центральной Азии. Многоуважаемый Нурсултан Абишевич, у нашей продукции высокое качество. Она экологически безопасна. Наши предприятия – самый первый и крупный завод мирового концерна «Данон» в Казахстане и во всей Центральной Азии. За прошедшие годы выпущено 35 тысяч тонн кисломолочной продукции. Проводим переобучение кадров. Наша компания оказывает поддержку местным фермерам, представляет оборудование для охлаждения и хранения молока. Уважаемый Эльбасы. Выражаем благодарность за создание в стране благоприятных условий для привлечения инвестиций. На заводе налажен выпуск свыше 40 наименований молочных продуктов. Сырье заводчане закупают у местных животноводов. Сегодня компания сотрудничает с 11 крупными фермерскими хозяйствами области и обеспечивает стабильной работой более 70 человек. В принципе, все устраивает, дружный очень коллектив, хорошее отношение в компании, хороший соцпакет, конкурентные зарплаты на уровне мирового производителя. Суперсовременные линии завода позволяют произвести до 12 тысяч тонн продукции в год. И это не предел, говорят специалисты. Уже в ближайшем будущем здесь планируют увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Соответственно, вырастет и объем производства. Лужана Тельханова, Алмасаду Акас, Жайдар Мурат. Телеканал ЖТСУ из Елийского района. На следующий год в Талдыкургане будет открыт филиал университета имени Асфиндиарова. Однако обучать студентов в медицине он не будет. В нем будут повышать квалификацию все врачи и в целом среднее звено медперсонала региона. Накануне об этом был подписан меморандум между Акиматом Алматинской области и Национальным медицинским вузом страны. Филиал будет работать по пяти направлениям. В приоритете улучшение социальной медицины и первичной медико-санитарной помощи. Это на сегодня главные приоритеты системы здравоохранения. Поможет это и повысить качество оказания услуг, и внедрить инновационные технологии в медицине Талдыкургана. Специалисты готовы и будут работать на новейшем оборудовании. Совместный проект позволит и поставить на новый уровень кардиохирургию. Это направление только набирает обороты. И при необходимости будут привлечены иностранные специалисты для обучения проведения операции. И это еще далеко не все планы, реализуемые в рамках меморандума. Сейчас поднимается вопрос проекта ГЧП, когда мы должны привлекать деньги частного бизнеса. И сейчас мы ищем территорию или в Алмате, в Алматинской области, строитель суперсовременной университетской клиники на 500 койк. И сейчас мы ищем варианты уже в городе есть. Если город не будет устраивать, потому что здесь, вы знаете, землей есть большие проблемы, и мы поэтому одновременно отрабатываем о выделении мест в Алматинской области вблизи города Алмата. Антикоррупционную политику будут обсуждать на заседаниях Общественного совета при Департаменте агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алматинской области. В его состав вошли депутаты и мажористы, предприниматели, руководители неправительственных и общественных организаций, а также представители СМИ. На первом заседании члены совета наметили направление будущей работы. Была сформулирована главная задача – работать на укрепление общественной базы борьбы с коррупцией. Данный совет стал основной площадкой публичного обсуждения актуальных вопросов антикоррупционной политики. Руководитель Департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алматинской области Сергей Потанин отметил, что с нового года на системную основу переводится работа по анализу и выявлению коррупционных рисков в государственных органах. Это даст огромный стимул в дальнейшем по качественному изменению методов управления в сфере государственной службы. Департамент наш всегда будет открыт для всех, и мы всегда будем на основе проведения заседания общественных советов вырабатывать рекомендации по устранению тех проблем, которые мы будем рассматривать на заседании, и будем контролировать выполнение наших рекомендаций. К другим темам. Дети-инвалиды города Капшигай смогли полюбоваться на красавицу-елку, увидеть представление артистов, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также получить долгожданные подарки к Новому году. Новогодний праздничный утренник для 30 детей с инвалидностью был организован общественным объединением инвалидов Капшигай-Самга при спонсорской поддержке игорных заведений города. Ребята приняли самое активное участие в концертной программе. Они пели, танцевали и читали стихи Деду Морозу. Именно такие мероприятия являются одним из методов социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями, способствуют их развитию, воспитанию культуры и расширению кругозора. В атмосферу волшебства окунулись и детишки Керблакского района. Данное мероприятие было специально организовано для детей из малообеспеченных семей и сирот. Добрая традиция продолжается много лет и дарит детишкам много положительных эмоций и веру в чудо. На елку Акима были приглашены более ста детей всего района. Ребята стали героями новогоднего приключения, где были и сказочные мифические персонажи. Подготовили программу не только взрослые, но и сами школьники. В нее вошли театральные постановки, танцы и веселые хороводы. Поздравил ребят Аким Керблакского района Багдад Алиев. Он вручил детям сладости, игрушки и теплые вещи. Свои заветные желания у новогодней елки сегодня загадали воспитанники детского дома «Камкор». Сейчас в этом учреждении 134 ребенка. Спонсоры, а это несколько госучреждений, предприниматели постарались сделать праздник незабываемым. Игрушки, конфеты, фрукты, развивающие игры и другие подарки вместе с яркой шоу-программой зарядили детей в хорошее настроение. Большой веселый маскарад собрал елки, быстрых зайчиков и воздушных снежинок, храбрых мушкетеров и сказочных героев. А традиционный хоровод подарил детям не только теплый рук организаторов праздника, но и теплый их сердец. Такое внимание помогает ребятам найти в себе силы и стремление преодолеть недуги, вырасти востребованными в обществе людьми. Ежегодно наш департамент, личный состав по мере возможности оказывает материальную помощь. В этом году в начале мы оказали помощь, вы полностью одели ребят, которые выезжали на соревнования в дальние зарубежья. На следующий год тоже планируем оказать помощь для принятия участия в спортивных соревнованиях. Ну и решили, посовещаясь с коллегами, в последующем взять шефство над детским домом Компора. Юношеская команда по настольному теннису из Кельдинского района стала победителем областного школьного чемпионата. Костяк команды составляют учащиеся средней школы имени Матая Боисова, а у Лалда Бергенов. Юноши и девушки неоднократные призеры республиканских турниров. Более подробно о работе школьной секции и о планах на будущее расскажет наш корреспондент. Секция настольного тенниса в средней школе имени Матая Боисова, а у Лалда Бергенова действует уже более четырех лет. Ее основатель – ветеран спорта Амангельды Садыков, проработавший в этой школе многие годы в должности преподавателя физкультуры. И сегодня опытный тренер старается привлечь к занятиям спортом как можно больше детей. И гордится своими учениками, которые под его руководством уже завоевали победы на областном и республиканском уровне. Я очень люблю свою работу. Я особен детей. И без детей я не могу дома просиживать. Как говорится. И с ними, хоть я сейчас нахожусь на пенсии, но я занимаюсь с удовольствием с детьми. Благодарен своему тренеру за достигнутые результаты на первенстве Алматинской области ученик шестого класса Диас Баширов. Амангельды Садыков сыграл большую роль в становлении техники игрока, которая позволила вести более продуктивную, увлекательную и профессиональную игру на чемпионате и завоевать тем самым первое место. Этот вид спорта состоит из многих тонкостей, которые наполняют игру азартом и интересом. Всему этому меня научил мой тренер. Благодаря его поддержке у меня есть победы на областном уровне. Я хочу завоевать медали и на чемпионате Казахстана. Любимый вид спорта помог стать ловкой, быстрой и выносливой еще одной победительницей областного первенства Адия Микимтас. Эти качества помогают в различных жизненных ситуациях, говорит спортсменка. Она не собирается останавливаться на достигнутом. В ее планах на будущее не только участие, но и победы на самых престижных международных турнирах по настольному теннису. Я очень рада, что у нас в школе есть такая спортивная секция. Занятия настольным теннисом развивают реакцию, выносливость, координацию, общую физическую подготовку. Я мечтаю стать прославленной спортсменкой, чтобы поднять флаг Казахстана на соревнованиях мирового значения. Гордость средней школы имени Матая Боисова победители и призеры школьного республиканского первенства, которое прошло летом этого года в Алматы. Санья и Тимирлан Кемал, Карим Камбат и Женарке Абелмажинова. На них сегодня равняются и ученики младших классов. Несмотря на свой юный возраст, они уже освоили основные ударные движения и научились управлять полетом мяча различными способами. Впереди у ребят старшего возраста очередное школьное первенство областного уровня. Оно состоится в начале будущего года. Усиленная подготовка к состязаниям началась уже сегодня. Лилия Штогрин, Сихат Хасин, телеканал ЖТСУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова